Проблемы полутора миллиона казахстанцев, именно столько человек проживают сегодня в многородах страны, стали главным месседжем на сегодняшнем республиканском совещании Касамжумар Татукаева с главами крупных регионов в Экибастузе. Там президент посетил единственное в своем роде производство, выпускающее практически полное обмундирование для железнодорожных составов. Запуск одного из предприятий доверили президенту. Айгуль Хамантаева побывала на месте событий и проанализировала заявление главы государства. Превращать кусок стали в колесо для железнодорожных локомотивов на Экибастузском предприятии научились 10 лет назад. И делает это не человек, а робот. У каждого из них своя функция – формовка, прессовка, шлифовка. Металла касается рука, а человеческая – лишь в трех точках. В процессе заготовки, после охлаждения и в момент отправки. На данном экране вы можете наблюдать, как инженер-технолог проверяет все параметры, следит за геометрией колеса. Любые погрешности можно здесь углядеть. Все в цветах, в цифрах, все предельно понятно и просто. Красная середина – это прошито колесо, отверстие. Там металла нет, соответственно. Синяя – это металла больше, чем нужно. Это хорошо нам. А зеленая – это идеальные размеры. А здесь собраны колеса, которые прошли полный цикл испытаний, но это еще не финал. Следующий, не менее важный этап – производство обточка. На токарные станки они расположены в той части предприятия. Готовый материал перевозят на специальном мостовом кране. Вот посмотрите, за раз грузовое приспособление крана может захватить от четырех до шести колес. Уникальный завод по производству цельнокатанных колес для железнодорожных локомотивов посетил сегодня президент. Единственный в своем роде в Казахстане, покрывающий полностью внутреннюю потребность национального ЖД-перевозчика. Причем хватает и на экспорт. Пока на карте лишь страны СНГ. Новые амбиции экибастузского предприятия – рынок Европы. Касымжимар Тукаев доволен планом инвесторов. Из 300 тысяч, где-то порядка 55-60 тысяч – это Казахстан. 10 плюс 4 – 14 тысяч – это две компании крупные ремонтные российские трансресурсы. Алтайвагонзавод вагоностроительный, Азербайджан. Грузили в Украину немного. Правда, там воюем с ними по сертификации. Думаю, договоримся скоро. Не только колеса умеют лить в экибастузе. В ассортименте также стрелочные переводы, оси, железобетонные бруси и шпалы. Новую точку в индустриальной карте Кибастуза, пятая по счету предприятия железнодорожного кластера, запустил сегодня президент. В цеху будут изготавливать специальные рельсовые зажимы. Хочу отметить, что на всех заводах Railways Systems KZ обеспечивается высокая доля местного содержания. Это примерно 90%. Очень высокий уровень. Все действующие предприятия укомплектованы современным оборудованием. Отвечающим критериям цифровизации и индустрии 4.0. Самым уважаемым сотрудником на этом производстве, пожалуй, можно считать этот станок. И есть за что робот заменяет пять пар рабочих рук. Процесс полностью автоматизирован и выпускает он так называемые клеммы. И чтобы наглядно понимать, о чем идет речь, достаточно посмотреть на эту картину. Именно при помощи клеммы специального механического зажима крепят железнодорожные рельсы к брусам. На молчание жителей Кибастуза отвечают данные статистики. Отток горожан за последние 20 лет составил почти 40 тысяч человек. Проблемы с дорогами, низкая зарплата и пока что самый острый вопрос – высокая изношенность коммунальных сетей. При этом в моногороде добывают половину всего угля в стране. Он же обеспечивает электроэнергией каждый четвертый дом казахстанцев. Потенциал здесь серьезный, но вот инвестиций не хватает, признается Акимгородом. Доходная часть составляет порядка 20 миллиардов, но и этого недостаточно для нашего города на сегодняшний день. Поэтому необходимо открывать новые предприятия. Ослабленная экономика не только у Кибастуза. Сложности в развитии есть у моногородов. Карагандинская и Восточно-Казахстанская областей доложили президенту и главы на республиканском совещании. Главная проблема – зависимость от одного-двух предприятий, в основном добывающих полезные ископаемые. Риски в этом случае очевидны с зависимость моноэкономики от мировых цен на рынке и истощение рудной базы. Если городам вблизи областных центров удается деферсифицировать, комбинировать экономику, другим отдаленным от областных центров не хватает средств. Крайне важно завершить модернизацию энергоблоков ГРЭС-1 в 2023 году. Требуется, наконец, закончить строительство третьего блока ГРЭС-2. Затянули работу. Впереди маячит дефицит электроэнергии. Истощение запасов сырья в городах Жанаузень, Архалэк и ряде других делают их потенциальными очагами социальной напряженности. На фоне активных мер по декарбонизации мировой экономики, экспорт продукции отечественных компаний с высоким углеродным следом находится под угрозой. Это касается системообразующих предприятий моногородов. Внедрение цифровых технологий и автоматизация производственных процессов крупных предприятий – это реальность сегодняшнего дня. Эта реальность повлечет за собой сокращение занятости и доходов жителей моногородов. Учитывая эти факторы, срочно требуется пересмотреть государственную политику в отношении моногородов. В рамках данной работы планируется доведение моногородов до требований новых региональных стандартов. Первое. Разработка единого перечня мер государственной поддержки моногородов. Второе. Всесторонняя поддержка предпринимательства с закреплением квоты финансирования для моногородов в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Третье. Для снижения показателей износа необходимо активно финансировать модернизацию инфраструктуры моногородов. Четвертое. Управление рисками и отслеживание показателей развития моногородов, то есть дальнейшая доработка действующей системы мониторинга. Уважаемый Касанжо Марк Тимирич, просим... Я извиняюсь, я перебью вас. Вот эти меры, которые вы предлагаете принять, они временные параметры какие тут? Временные параметры не только до 2025 года, но это на постоянной основе. А чтобы политика в отношении моногородов была эффективной, нужно работать системно и определить список слабых и сильных. Например, часть бывших моноаутсайдеров уже успешно адаптировались к рынку. Чтобы ясно понимать картину, глава государства предложил поделить моногорода на три группы. И определить объем поддержки дал задание к обмину президент. В этом вопросе следует быть предельно прагматичными. Заниматься самообманом и вводить в заблуждение жителей мы не имеем права. Он должен учитывать разрабатываемый план территориального развития и планы развития регионов. В крупных и малых моногородах, находящихся вдали от точек роста, сложилась крайне сложная ситуация. Таких населенных пунктов у нас 18. Для крупных и отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны. Я уже дал поручение завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нурсултана Алма-Ате, которая значительно повысит потенциал города Балхаш. Удерживать желающих переехать из моногорода в крупные никто не станет. Миграционный баланс – еще одна важная тема совещания. Она по цепочке несет еще одну проблему с заброшенной домом, содержание которых остается на балансе города. И здесь важно не допустить полного истощения населенного пункта. В гармоничной мобильности между городами президент ничего плохого не видит. Начать нужно с поддержки востребованных в промышленности инженерных специалистов. Нужны стимулирующие меры по внутриобластному и межрегиональному переселению жителей отдаленных моногородов с низким потенциалом развития. Проще говоря, граждане, переселяющиеся из таких моногородов, должны получать подъемные пособия, соответствующую помощь с жильем и трудоустройством на новом месте жительства. Это простимулирует добровольное переселение граждан в более перспективные растущие города, нуждающиеся в специалистах. В инструментарии от Басбанка следует предусмотреть программу льготной ипотеки для таких граждан с первоначальным взносом 10% и ставкой вознаграждения от 2 до 5%. Мы попросту не имеем права оставлять жителей малоперспективных моногородов на произвол судьбы, но эта проблема достаточно сложная. Она сложная в том числе и с точки зрения психологии людей. Переехать из одного города в другой, оставить привычный уклад жизни – это дело нелегкое. Предоставить благоприятные условия для их переезда. Акиматам важно следить, чтобы обмен профессионалов между регионами не вызвал ажиотаж на рынке недвижимости и организовать курсы по переквалификации при необходимости. А пока начать с ревизии пустых якорных проектов и не догружать буксующие предприятия ради галочки, поручил Тукаев. В трех моногородах реализация якорных проектов остановлена. В городе Аксай эти проекты недозагружены. Неблагополучная обстановка в этом плане – Кикели, Хромтау, Рудном, Аксай. Почти 75% стабильно работающих якорных проектов были запущены до 2017 года. На сегодня в моногородах заявлено всего 30 проектов, которые пока находятся на стадии планирования, многие из которых тянутся с начала десятилетия. Отсутствуют проекты в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской областях. Всего один проект запланирован в Западно-Казахстанской области. К воду запланированы и ферросплавные заводы, где будут производить высокомарочный продукт, применяемый в нашей стране и за рубежом. Данные и другие семь частных инвестпроектов с объемом инвестиций 522 миллиарда тенге будут работать в индустриальной зоне близ источников электроэнергии и воды. Еще одна тема, которая волнует президента инфляции, тут пока гордиться нечем. Кабин докладывает о предпринимаемых мерах, а на деле те же высокие ценники. Дорожают продукты, дорожает и бензин. Глава государства поручил правительству разобраться в дефиците топлива и проконтролировать ревакцинацию в стране. Затронули тему халатного отношения к водным запасам. А вот детально обсудить коррупционную сводку президент предложил на отдельной встрече в начале следующего года. Отдельно президент заслушал доклад Акима области о показателях региона и встретился с представителями президентского кадрового резерва. Здравствуйте, здравствуйте. Кадровый президент Айтем, что растет новое поколение Акимов. Руководители государственного аппарата будем передавать вам постепенно все бразды правления в руки. Айгулю Монтаева, Алибек Алиев, Алмасу Маргалеев, Дулат Янтибеков. При содействии телерадиокомплекса президента «Экибастуз». Продолжение следует... Продолжение следует...